И победителем сегодняшнего секс-марафона становится Болотная Тварь. На самом деле, вы выбрали его в комментариях, чуваки. И прямо сейчас Евгена будет играть за Болотную Творищу, за Болотную Твариночку. Ребята, да, если вам нравится то, что мы сейчас делаем, поставьте по себе. Сегодня новый день, ребята, новый потрясающий день. И я решил начать его с того, что мы все любим. Наруто, чуваки, тоже будут, как и прочие игры. Я не то, чтобы забросил все, и теперь буду играть в Injustice до выхода нового эпизода Валька, Вакинг Дад. Постой, о чем они говорят? Про какие-то комплименты? Получай, господи! Как же она ебошит! Яглок! Лежать! Чуваки, за него играть довольно, кстати, ну, странно и при этом кайфово. Но вообще прикольно, вообще мне нравится этот засранец, он прикольный. Вот оно, вот как эти приемы делаются, чуваки. И теперь подземный удар. О, да. Мы очень мало играли за Болотную Твари, ребят, поэтому я думаю, вы его и выбрали. Потому что, черт, а он интересный персонаж. Так? Так, ведь так, получай по щам. Черт, Вадя, она просто решила меня опрокинуть. Черт, она мне вышибла. Тихо, тихо, дам. Дам, дам, дамочка. Ух ты! Черт возьми, она победила, это засранка. Че я не могу эту машину использовать? В корыстных целях. А других у меня и нету. Да, вот это по красоте сделали, чуваки. Залепили. Да, Болотная Тварина победила. Ребята, продолжаем. Кто следующий? Кстати, Синий Жук. Никто не хочет Синий Жука. Я знаю, кто-то Супер Герл. Сейчас мне не начинают расходиться. Вначале все были такие, жестко хочу вот этого. И, ребят, да, напоминаю, пишите в комменты, кого вы хотите. Марафон с 500 лайков продолжается. Если мы наберем 500 лайков на этом ролике, то следующий ролик выйдет на целых 3 минуты быстрее. Ладно, я шучу. 2017 год. Лайки, это не так важно. Даже сейчас болотная тварь сказала, likes do not matter to the king. То есть мне, королю ютуба, лайки. Ладно, шучу, шучу, чуваки. Просто, не знаю. Я, 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 ля, ля, извините, запутался. Евген, больше, больше дела, меньше, как... Какое дело, чуваки, игры, это не дело. Игры, это не созданы для того, чтобы сидеть и отдыхать, развлекаться. Господи, какое дело? Здесь есть люди, которые серьезно воспринимают игры? Ладно, хорошо. Ласт у вас, ласт у вас. Это серьезная игра. Игры Дэвида Кейджухи. Кейдж. Французский мэн. Французский мужчина. Кейдж. Дэвид. И еще один удар. Друг, помоги. Хопа. О, черт тебя. Он на мне камбушечку провел. Ладно, пора и мне сделать комбо на этом, засранцы. Ну-ка. Опа. Опа. Я сейчас пытаюсь понять, какие клавиши-то надо долбить. Чтобы наносить доп-урон. Черт тебя за... Немножко отхлестали засранца ремнем. Знаете, как в детстве? Вот, немножко ремнем отхлестать. Сорян за звук, кстати, в том видео вчерашнем. И... Нет, мне за него не жалко, в принципе. Я высказал то, что хотел. Я сейчас делаю больше вот этого. Я просто говорю и снимаю, в принципе, то, что у меня наболело. То, что на душе. То есть у меня сейчас на душе был Инжастис. И именно поэтому я в него играю. Самое странное место для боя с Харли и ее собачками. Нет нужды для жестокости. Мне не нравится эта игра. Ставлю десалайк. Вот что он сказал. Друг, иди сюда. В этом вот смысл. Ты берешь полено и просто посылаешь полено, чтобы ее избить. Получай Харлин. Давай. Опа. Опа. А, подсечечка, пока она не успела оклематься. И удар сверху. Нет, не получил. Мне так бесит его удар стеблем, который часто просто тупо не проходит. Ха. Пнули ее. За него, кстати, играть, кстати... Вообще, он такой, не очень поворотливый, но временами кажется, что довольно просто. Так, окей, отпрыгни. Ох ты. А, нет. Снектайм бойса меня хотят съесть. Один в итоге, я себе это представляю. Нет. Больно. Пора тебя похоронить, Харлин. Может, вот так? Окей, может, надо нажимать. Я пытаюсь просто угадать, какие кнопки жать, чтобы наносить все самые удары. Черт, опять клэш. Я не сломаюсь. Черт, она меня изрезала своими пульками из детского пистолета. Окей, мы в детстве, кстати, покупали в киосках за 20 рублей пистолеты. Пистолеты эти, помните, с пульками. Потом забегали в небольшие банки и грабили их таким образом. Я, ладно, я шучу, мы от этого не идем. Мы просто стреляли друг в друга. Иногда мы стреляли друг другу в глаза. Потому что мы ненавидели друг друга, мы были врагами. По-моему, кстати, я выбрал не очень выгодную шмотку. Это плохо. И это плохо. Кстати, ребята, если стримы будут работать нормально, потому что, черт возьми, я же не просто так новый роутер купил ради вас, чуваки. И я хочу попробовать выбить костюм Найтвинга. Потому что, чтобы его выбить, я считал, нужно просто играть за Робина. Он может выпасть рандомно, как шмотка. Просто как... Вернее, не шмот, а он здесь как скин выпадет. Здесь же нет шмота. Вернее, нет, шмот есть, но есть скины. Костюм Найтвинга это скин. В принципе, у меня есть желание его заработать, учитывая, что за Робина играть это все-таки кайф. Ну, мне, по крайней мере, понравилось, ребят. Не знаю, как вам. Мне Робин зашел. Просто понимаете, меч и Робин это вообще, это оно. Опа! Ну-ка, гепарда, пара под землю. Может, мне Икс долбить, я не знаю. Просто я не очень понимаю, именно, когда мне... Когда долбить Иксулю. Просто иногда нормально проходит, иногда не очень. Ух ты! По крайней мере, сделай бой интересным. Я разогреваю. Ух ты! О, опять это. Я не понимаю, что нужно жать, когда там ноль, например, стоит. А тут нельзя бросить это. А, можно кассовый аппарат кинуть. Хм, класс. Это где бы оказались? Это, по-моему, та же локация, только... Хотите, постойте. Нет, это выше или ниже? То есть, где-то это выше или ниже? Прикольно. Давай, гепарда, лежать, мразь. Я постоянно слышу, что его называют не Swamp Thing, то есть болотная тварь, а просто Something. Что-то победило. И ты такой, блин, у меня тут пыльца летает. Я сейчас начну кашлять. Не знаю, сегодня ночью что-то дышать было тяжело. У меня, видимо, аллергия разбилась, я не знаю. А может, я внушу это себе? Я... Серьезно, я без понятия, почему. У меня никогда не была аллергия. Ну и что ты скажешь мне на этот раз? Болотная тварь, это что он скажет? Я болотная тварь. Действительный защитник этого мира. Тогда ты будешь служить новому господину. А, часть меня хочет отказать тебе. Черт возьми. Подучай, опа. Окей, окей, нет, нет. Пора взрастить, раз таки правосудие. Ну, по-моему, надо икс просто долбить. Черт возьми. А, по-моему, хрен пойми, что тут надо делать. Окей, сейчас справимся. Ах ты! Лови полено под ноги. Ха! А я неплох. А я неплох. Просто мне заходит сейчас дико адовая боевочка. Черт, это топ. Это нам не поверить. Мне нужно полено. Полено кинь. Черт, не получается, чуваки. Я при смерти. Последний шанс. Ну, ладно. Возможно, это он и есть. Не, а больше с таким хп уже не побеждают. Ух ты! А сейчас есть шанс. Бесполезно сопротивляться. Буду драться. Еще. Не, все, чуваки. Все. Это конец. Давайте сдадимся. Давайте просто сдадимся. Нет, это конец. Попытка номер два. Кстати, против Брейняка почему-то болотная тварь очень туго справляется. Я не понимаю, почему. Почему-то против Брейняка. Если честно, я просто перезаписываю эпизод. Потому что вчера у меня очень... Из-за череды неудач, видимо, у меня даже это не зашло. Черт. О! А! Нет, нельзя ему давать бить. Ух ты! Давай Брейняка заумнем сейчас. И сейчас как бы... Когда я час сыграл вчера ночью и пытался пройти, это просто был Unreal, ребята. Да, сделала его. О, да! О, да! Ох ты! Не-не-не! Тихо! Сейчас Брейняка запустим вот этой капсулой. Лови! Ах ты! Подсечечка! Черт, одну полоску. Я до сих пор не понял, как вот это делать. Ах ты! Опять вот эта череда ударов, она просто убийственная. То есть, как бы, если он ее делает, то... Твою мать! Даже суперприем не прошел. Ах ты! О! Победа за нами! И да, ребят, меня спрашивали, зачем, Евген, зачем ты проходишь эти боевышки? Почему ты сразу не делаешь концовку? Затем, что интересно, посмотреть, как каждый персонаж дерется. То есть, мы же не играли за болотную тварь, за многих-многих персонажей мы не играли. И многих приемов мы не видели. Поэтому в этом тоже есть интерес. А в этом смысле, они просто пытались растянуть серию. Возможно и это, но... Нет, это не так. Это не так. Просто интересно и боевочку поглядеть. В течение истории многие недооценивали силу природы. В этом Брейняк оказался не лучше, чем Супермен. Или Бэтмен. Они все думали, что смогут превзойти творение природы. Но все они ошибались. Земля принадлежала Флоре задолго до того, как на ней появились животные. Теперь растения Деви напомнят этим животным, в чьем мире они обитают. Когда придет следующая беда, природа сможет о себе позаботиться. Я защищаю природу. И только ее. Как-то так. Как-то так. Что же, ребята? Вот такая концовка. То есть, по сути, болотная тварь. Я думал, он захочет стать человеком. Или типа-то он же раньше был человеком. Нет? Или я ошибаюсь? И тут смысл в том, что окей. Болотная тварь, собственно... Хочет починить себе мир. В плане того, что будет много зелени. Ребят, может быть это даже хорошо. То есть много зелени. Позвольте, что нам выпадет в коробочке. Ух ты, украшение царственной обезьяны. Царственная обезьяна. Не знаю, почему мне от этого смешно. Царственная мать его обезьяна. Царственная... Я царь. А я царь. Окей. А где у нас... Да, болотная тварь. Давайте приоденем болотную тварь. Маска зеленого поборника. Господи, а крутая. Зеленый поборник. Чего только не придумают. Как они только не придумают назвать засранца. Способности новые появились. Нет, страж природы. Может у нас скин хотя бы. Нет, вот этот... Блин, он в этом скине похож на кусочек кала. Оставлю его зеленым, ребят. Да, именно таким ты мне и нравишься, болотничек. Ребят, ладно. Кто следующий? Кто следующий выиграет в нашем порно-марафоне? Почему я называю это порно-марафоном? Я не знаю. В общем, ребят, пишите в комментарии. Мне будет очень приятно это узнать. И кто следующий победит, то следующий у нас и окажется на моем разделочном столе. И я буду его кромзать. До следующего видео. Всем пока. До скорого. Вы лучшие, ребят. Вы просто лучшие. Просто я должен был это сказать. Твою мать, вы лучшие.